На центральной городской площади в Химках отметили День Семьи, Любви и Верности. Торжественные мероприятия прошли на Московской улице перед зданием администрации возле памятника святым покровителям брака Петра и Февронии. Праздник открыла заместитель главы Ирина Теслева. Сегодня очень волнительный, очень нежный и очень яркий день в жизни нашего городского округа. Семья – это самое важное и самое главное, что объединяет и делает нас сильнее. И, конечно, разрешите мне от имени главы городского округа Дмитрия Владимировича Волошина поздравить вас с этим замечательным днем, с днем вашего бракосочетания и пожелать самого доброго, любви, успехов, понимания друг друга. На торжественное награждение памятными подарками пригласили пары, которые расписались сегодня в городском ЗАГСе, и тех, кто прожил в браке рекордные сроки – 50 лет. Несколько часов назад мужем и женой официально стали Алина с Игорем. Познакомились молодые люди во время учебы в мединституте. Рожеволосую красавицу Игорь приметил в самом начале, но познакомиться решился только на последних курсах. Потом были свидания, признания в чувствах, а предложение руки и сердца Игорь сделал на крыше высотного здания под облаками. Алине уже сейчас своей супруге, я ничего, конечно, не говорил, то есть старался делать небольшой сюрприз, но в душе, конечно, догадывалась, что ее ожидает. Алине было неожиданно. Я тебя жду на крыше во столько-то, такого-то числа. И Алина думает, надо, наверное, выглядеть как-то сногсшибательно. Наверное, что-то там будет особенное. И вот так, в принципе, сделал предложение. Да, это было романтично. А вот Валерий нашел свою судьбу в метро. Супруги, как сейчас, помнят день знакомства. Хотя с момента свадьбы прошло уже полвека. Это было давно. В 1967 году, в 1967 году. Попалась на лоза, она с тетей шла. Тетя была такая по натуре сваха и не препятствовала знакомству. Тетя была на тот момент заведующая павильоном дегустации вид ВДНХ. Я пошел когда в гости, накрыл шкаф. Это было время, когда была дефицит, совсем. А был шкаф такого, спиртного и прочего, что мало кто видел, наверное, может быть, только Брежнев везде видел с Косыгином. После награждения гостей праздника ждали танцевальные и музыкальные номера, которые исполнили приглашенные артисты. А в заключение молодожены совершили красивый свадебный обряд – выпустили в небо белых голубей.